Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня я хочу вновь разобрать ловушки в дебюте и хочу показать одну интересную короткую партию, в которой черные проиграли уже по сути в 5 ходов. Да, она продлилась чуть дольше, но тем не менее уже после пятого хода черных позиция их по сути была проигранной. И давайте посмотрим как это получилось. Итак, первым ходом в этой партии белые сделали ход d4, ну и далее черные сыграли d6. Конечно же, если вы хотите разыграть староиндийскую защиту, то лучше начинать с хода кони в 6, потому что теперь у белых появляется возможность сыграть e4 и это уже защита пирца. Итак, в этой позиции конечно же у черных есть самые разные ходы, главный ход безусловно это ход кони в 6, но возможны и другие варианты, допустим черные сыграли c5. В принципе тоже c5 вполне нормальный ход, то есть на чем держится здесь тактика, то есть почему c5 для черных это не так уже плохо. Дело в том, что если съесть пешку на поле c5, то будет то же самое, что и в партии, то есть перья 5 шах и далее на конь c3, там слон d2, на любой ход защищающий короля от шаха, черные съедают пешку. Здесь конечно у белых есть определенный перевес развития, но по крайней мере черные не потеряли пешку, черные также остались с рокировкой, ну и в принципе позиция еще более-менее нормальная. Также конечно же кроме хода dc данной позиции за белых будет и другой еще сильный ход, это ход d5, то есть белые захватывают пространство. Ну и далее черные все равно сыграли ферзь за 5 шах, ход в принципе возможный, но явно не сильнейший. Белые играют слон d2, черные играют ферзь b6, нападают на пешку b2. Ну и здесь белые конечно же могут защитить эту пешку разными способами, и слоном, и ферзем, и просто пойти пешкой вперед, но тем не менее, когда мы видим, что соперник делает очень много ходов в дебюте одной фигурой, тем более ферзем, конечно же мы понимаем, что это не сильно хорошо, и естественно, что эту пешку можно и пожертвовать, что как раз белые в партии сделали, сыграли конь c3. Ну и в этой позиции, в принципе, еще у черных не все прям настолько плохо, если они сыграют, например, конь f6 или g6, то есть как-то продолжат развитие, то позиция будет еще, пусть и с перевесом белых, но не таким большим. То есть если посмотреть по компьютеру, то оценка тут будет, ну примерно там плюс 1.8, 1.9, то есть да, позиция у черных безусловно плохая, но не безнадежная. Тем не менее, если мы откроем базу, то увидим, что намного чаще по базе лечеса играли здесь ферзь b2, 820 партий, и это очень плохой ход, после которого, тоже давайте посмотрим оценку, увидим даже, да, уже плюс 7 пишет не лечес, оценка такая, что белые побеждают. Итак, почему же белые здесь выигрывают? Дело в том, что ладья b1, пока мы нападаем на ферзя, ферзя 3, конь b5, ну и здесь ферзь a2 показано, что ошибка, на самом деле хорошего хода уже у черных не было, то есть тут уже как черным не сыграют, не теряют как минимум ладью, ну а может быть даже и ферзя, то есть допустим, если сыграть ферзя 4, то тогда, конечно же, будет вилка, которую белые тоже готовили, конь c7, король уходит, и здесь можно и слон b5 сыграть, ну и просто конь a8, в общем, так или иначе у белых, все равно позиция абсолютно выигранная, ну а в этой партии, которую я показываю, черные остались, в принципе, без ферзя, они решили съесть еще одну пешку, ферзя 2, ну и здесь уже после ладья a1, ферзь b2, единственного хода, и далее слон c3, мы видим, что ферзь застрял, то есть далее белые выиграют ферзя за как минимум ладью, ну и остается идея, естественно, конь c7, в общем, позиция у белых здесь, конечно же, абсолютно выиграна, так что именно поэтому, конечно же, очень важно помнить про базовые дебютные принципы, это, прежде всего, захват центра пешками, развитие фигур и рокировка, и вот здесь черные центр, в принципе, захватили, но тем не менее, не сделали нормального развития фигур, король у них остался в центре, ну и, естественно, нельзя тут тоже забывать про то, что очень часто ходить одной и той же фигурой в дебюте, это плохая идея, ну и здесь черные три раза сыграли ферзем за пять ходов, что, конечно же, не может быть хорошо. Так что, поэтому, не забывайте про эти базовые принципы, и, конечно же, развитие фигур гораздо важнее, чем выигранная пешка. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!